Здравствуйте, уважаемые соотечественники! В субботу мы все были свидетелены, когда были озвучены решения о том, что Дарига Назарбаева была отстранена с позиции сенатора и председателя сената парламента. И в этой связи за эти дни накопилось очень много вопросов у наших граждан, много версий бродят, но тут наши люди уже привыкли, что семья Назарбаева навечно, и поэтому тут пошли разные теории, что вот сейчас Дарига вот с другого боку раз выйдет, станет премьером, будет возглавлять там объединенный парламент, вот скоро осенью в сентябре якобы будут выборы президента, она тут раз выйдет, станет президентом, кто-то рассказывает своей версией, что это вот английские процессы по аресту их недвижимости, это повлияло. В этой связи, уважаемые друзья, я думаю, что пришло время пояснить, тем более, что сегодня на ее место назначили Мавлена Шибаева, и тоже существуют вопросы, а кто такой? Ну, во-первых, давайте начнем с того, что, представляете, председатель Сената, вторая должность в стране, и вот, что называется, раз, как черт из табакерки, появляется некто Мавлена Шибаева, который широкая публика не знает. Это вторая позиция в стране и во всем мире политики разного уровня, министры, акимобластей, тем более премьер-министры или представители парламента, нижней палаты, верхней палаты, это настолько известные публичные люди, которые снизу вверх шли, борясь за ту позицию, продвигая свои программы, идеи, они широко известны во всем мире. А тут раз, некий Мавлена Шибаева появляется, и вот, что называется, вот он ваш второй человек в стране. Вы понимаете, это просто говорит о том, что существующая политическая система, она полностью отстранена от народа, а мы просто зрители, и наблюдаем за разными перемещениями, сидим, как гадаем, да, а что будет вот так, а что эдак и так далее. То есть, в нормальной стране, где именно народ участвует в управлении, где влияет, назначает, выбирает, такого, конечно же, не происходит. Поэтому все эти версии о том, что будет некая парламентская республика, еще что-то, я хочу все это объяснить, развеять, ну, пояснить, чтобы вы были политически грамотными. Ну, представьте себе, что на должность председателя сената, ну, типа 40 человек депутатов, сенаторов избирали тайным голосованием, все 40 человек единогласно проголосовали за Доригу, верхняя палата страны, парламента. И тут президент страны берет стул, резко выдергает из-под Дориги, она падает, и получается, что она уже не председатель сената и не сенатор. Как и что за парламент, где 40 человек, так называемых депутатов, голосует в тайные голосования, все так преподносится пресса, все красиво, вот депутаты проголосовали и избрали. А тут раз, и нет этого депутата, раз, и нет председателя сената. То есть вы понимаете, что это бутафория полная, что сенат это просто бумажная игрушка, которая существует в нашей стране. То есть депутаты, это пустышки, парламент, так называемый сенат, пустышка, вообще ничего это не значит. Там были рассуждения, что якобы для того, чтобы председателя сената отстранить от своей должности, нужно, чтобы снова эти депутаты собрались, проголосовали и все прочее, ссылались на конституцию. Уважаемые друзья, вам надо заглянуть в конституцию еще, прочитать следующие пункты, что из 40 человек этих сенаторов, 15 сенаторов назначается указом президента. Ну, как известно, у нас президент якобы Такаев, и типа он назначает. Понятно, что ему за спиной говорит Назарбаев, того назначь, этого убери, и он подписывает. Поэтому мы все должны знать, что эти самые 15 сенаторов назначал и назначает Нурсултан Назарбаев. Для чего? Для того, чтобы, когда пойдет так называемый процесс импичмента, там нужно более 2-3 голосов, Сенат всегда голосовал в поддержку тех решений, которые будет принимать Назарбаев, и никакого импичмента не будет. Никогда две палаты, Сенат и Можилист, не соберут 2-3 голосов, чтобы объявить импичмент президенту. Никогда. Вот для этих целей 15 сенаторов своим указом, по сути, назначает Назарбаев. Так вот, каждый председатель Сената, который до этого существовал, вы их даже фамилии не вспомните. Они все были родственники Назарбаева, абсолютно все, он их назначал, вставил, или его близкие, и в один день убирал. Для этого указом президента они становились сенатором, на следующий день этот фальшивый Сенат собирался, единогласно голосовал и назначал председателя Сената. Вот, собственно, что такое председатель Сената. Это бутафория, это просто название парламента. И поэтому, как черт из табакерки, сегодня вылетел Маулен Ашимбаев и стал председателем Сената. Ну, я сегодня разместил свои посты с видео, где показал, где он говорит, смена названия на имя Нурсултан, это подтверждает преемственность курса нашей страны. То есть, это курс Нурсултана Назарбаева. И далее, он, будучи в Нуратан, тоже эти слова произносил, поэтому ни у кого не должно быть сомнений, это мебель 2. То есть, сейчас Назарбаев, он производитель мебели, такой специалист-цеховик, рождает мебель по всей стране, на всех уровнях, акимы областей, городов, судей и так далее. Эти все люди, исполнители его воли. Ну, до последнего момента, во всяком случае, так было. Поэтому, вот эти назначения так и выглядят. Теперь по дороге. Мне задают вопрос, что будет дорогой? Давайте мы просто посмотрим на решение. Представьте себе, что в субботу, в нерабочий день, выходит срочно указ Такаева о том, что он отзывает с позиции сенатора, соответственно, и председателя сената, Даригу Назарбаеву. Это распространяется во всех средствах массовой информации, и более того, в зарубежных средствах массовой информации. И в твиттере он у себя благодарит, Даригу Назарбаеву, за плодотворное сотрудничество. Ну, вот представьте, что это же колоссальное унижение, если человек добровольно уходит, как вы говорите, что, ну, наверное, на осень упадет на должность президента, будет возглавлять правительство. Это просто, на самом деле, элементарное непонимание не только политической иерархии, принцип принятия решения, но и непонимание вообще в человеческих отношениях. Ну, как это так? Она второй человек в государстве, тут раз выходит указ, ее убирают с должности сената, она не выходит сама, не говорит, что она вот должна сыном своим заняться, семьей, что вот она устала, заболела, голова у нее болит, еще что-нибудь. И обращается к сенату, говорит, я ухожу с позиции председателя сената. Затем сенат собирается, тайное голосование, назначает кого-то другого, ну, а на свою очередь заявляет, что уходит с позиции вообще сенатора. Ну, и как в жизни происходит? Все так вежливо, красиво, пресса подхватывает, и вот она уходит. И, что называется, не хлопает дверью, а остается у всех тогда действительно ощущение, видимо, Назарбаев что-то задумал, и сейчас его дочь с другого места вылезет. Тогда еще можно было бы такую логику выстраивать. Но представьте себе, дочь Назарбаева, второго человека государства, просто роняют, просто увольняют, она звука не произносит. Во всех средствах массовой информации выходит информация, без ее ведома и так далее, в субботу. Вот простое объяснение, что произошло. А произойдем следующее. Дорога Назарбаева не оправдала тех надежд, но султан Назарбаева, он тянул до последнего, и может быть еще тянул бы. Но, что называется, группа конкурентов, а я сейчас о них скажу, в конце концов убедили Назарбаева, что пора ему делать выбор. Ситуация критическая, сложная. Экономика стремительно падает вниз, что ожидается разорение всех банков страны, соответственно, риск невозврата вкладов. Ситуация очень сложная, и в этой ситуации они убедили его, что пришло время отстранить, в принципе, совсем Дорегу от власти, потому что она разрушает ту структуру, которую Назарбаев строил, и своими действиями наносит ущерб и угрозу режиму Нурсултана Назарбаева. Чтобы отстранить дочь, нужно было бы принести очень серьезные аргументы. Как в свое время в 2001 году, он был вынужден Рахат Алиева снять с должности первого зама Комитета национальной безопасности, а позже отправить послом в Австрию. То есть вы понимаете, какие серьезные аргументы были, чтобы в субботу экстренно отстранить Дорегу от этой власти, нужны были очень серьезные аргументы. Я вам могу сказать из своего опыта, что это решение было настолько срочное, что люди, которые убеждали Назарбаева это решение принять, его опубликовали рано утром в субботу. Потому что если бы это решение отложили бы до понедельника, за субботу-воскресенье, как показывает многолетняя практика формирования политической верхушки, это решение могло быть отменено. За субботу-воскресенье Дорега пошла бы к отцу, плакала бы, убеждала бы, кричала бы, топала ногами, и к понедельнику это решение могло не выйти. И те, кто проталкивал это решение, убеждал Назарбаева принять такое решение, прекрасно знали. А это, мы ясно должны себе понимать, это Карим Масимов и Тимур Кулебаев. Это связка в тандеме, которая претендует на власть. Они сейчас идут в связки. Такаев вообще никто и ничто. Надо четко воспринять и принять, как аксиому математики. Такаев мебель. Все эти решения проталкивали Карим Масимов и Тимур Кулебаев. И таким образом, стремительно было объявлено в субботу утром, что Дорега отстранена. Когда меня спрашивают, где Дорега, все, можете забыть. Она может песни петь, может даже на каких-то второстепенных должностях осенью объявиться, что вряд ли. Дорега вычеркнута. Я все время говорил, что есть два конкурента. Это группа Тимура Кулебаева, Дореги. Что наиболее высокие шансы у Дореги. Но в феврале этого года сказал, что теперь она будет съедена. После того, как сын Айсултан начал разоблачать свою дочь, свою жену, свою мать, извините, Дорегу, говорит, что он сын Нурсултана Назарбаева, что между Назарбаевым и Дорегой был инцест. Это был, скажем, почти контрольный выстрел в голову Дореги. И вот сегодня мы находимся в новых реалиях. И когда меня спрашивают, будет ли Дорега премьером, я вам отвечаю, что нет, невозможно. Не займет ни одну высокую должность. Она выброшена из политического процесса. Назарбаев сделал выбор. Теперь ситуация такова, что линия Назарбаев обрывается. Будет, скорее всего, пробиваться в класть. И я убежден, что именно он обладает наибольшими возможностями Карима Масимова. Но пока в тандеме с Кулебаевым. Как я выступал и говорил в субботу. Здесь прежде чем я скажу, каким образом те или иные решения в итоге принимались. Я, наверное, объясню следующий этап. Это версии пропагандистов режима, которые говорят, что якобы будет парламентская республика. И якобы теперь, когда парламентская республика, партии возглавлять будет Дорега Назарбаева. А партия Нур-Атан назначает фактически премьер-министра, правительство и все прочее. Ну и вот такие версии бродят, что Дорега сейчас возглавит партию Нур-Атан, а затем станет премьер-министром. Я хочу объяснить, почему это нереально. Не только назначение ее на должность премьер-министра, на то, чтобы она возглавила парламент, вообще, в принципе, невозможно построение в нынешней авторитарной системе парламентской республики. Что такое парламентская республика? Парламентская республика это тогда, когда народ руководит, влияет на власть, то есть она назначает на определенный срок, на всех уровнях власти акимов областей городов, судей, правительства, народ назначает и выбирает депутатов. Вот что значит парламентская республика, когда власть перераспределена между парламентом, между правительством, между акимов областей, между судебной системой, вот таким образом власть разделена и везде в этом участие принимает напрямую народ. Но зачем Назарбаев устроит парламентскую республику, когда вся власть в его руках, когда он сидит дергает за ниточки, подписал то или иное решение, правительство, пожалуйста, назначил. Депутатов сам назначает, Акимов тоже указом президент назначает, судей тоже назначает. Именно тогда, когда власть в одних руках, он проводит любые решения, любого берет за руку, отводит суд, сажает в тюрьму. Это ему концентрированная власть дает полный контроль над экономикой, он самый богатый человек не только нашей страны, но один из богатейших людей в мире. Зачем Назарбаев от этого отказываться? Скажите мне, зачем ему отдавать власть народу, чтобы завтра народ предъявил ему обвинение? Потому что судьи будут независимы, следователи будут независимы, они соберут факты хищения воровства самого Назарбаева, его семьи и просто посадят в тюрьму. Потому что существующая парламентская система управления, которая как бы присутствует в развитых странах мира, она так и делает. Трамп подписал какой-то указ как президент США, а федеральный судья отменил его указ, сказал, что он не соответствует законам страны и отменил. Вот так это работает в мире. И зачем Назарбаев отдавать власть? Теперь смотрите, ну допустим, Дарига стала представителем партии Нуратан и партия Нуратан в парламенте принимает решение о назначении ее премьер-министра. Стоит вопрос, а что быть с нашей мебелью Стокаева? У него полномочия назначать Акимов областей, городов, судей. Ему подчиняются силовики, там, МВД, КНБ, тогда возникает ситуация, что действительно будет двоевласть или троевласть и так далее. Так же, как Назарбаев допустит того, чтобы власть разъехалась в разные стороны, чтобы в итоге произошла свалка. Это же диктатура, диктатура не позволяет, чтобы власть разъезжалась в разные стороны, были разные группы влияния, у которых реальные рычаги управления. Ну, тогда политологи скажут, что да, будет парламентская республика, но у президента будут маленькие полномочия. А какие? Ну, например, поздравлять народ с праздником Новосибирс, Акимом района выдавать грамоты. Грамоты, мебель за производство мебели, награждать предпринимателей. Ну, вот так. Вот он должен быть такой, как у нас был госсекретарь, вот такой, бы больше никаких функций не было. То есть, отобрать у него все. Тогда возникает вопрос, а кто будет назначать Акимов областей? Если Акимы областей не будут назначаться сверху, что тогда будет? Тогда, значит, по идее, должен Акимов избирать народ. Если народ избирает Акимов, получается у нас все Акимы будут подчиняться народу, а если они будут подчиняться народу, и народ будет их избирать, требовать него справедливости честности теперь наступает ситуации когда в парламентской республике партии должны бороться за власть в парламенте чтобы было депутатов большинство в парламент тогда не имеет права назначать премьер-министра а кто занимается фальсификации итогов выборов в регионах акимы центральная избирательная комиссия они там сидят на местах их мало несколько человек буквально но всех этих учителей кто подтягивает аким кто всех все эти карусели делает на автобусах подъезжает фальшивые брос и делает это делать акимы а тут представьте себе что все акимы избирать народами народ скажет слушай аким мы тебя не для этого назначали чтобы ты участвовал фальсификациях мы тебя сейчас выгоним значит фальшивых выборов не будет значит будет честные выборы в парламент а а если честные выборы парламент начнутся то нуратан проиграет в один день она развалится как партия соответственно придут другие политические силы дарегу отстранят от должности и премьера и нуратан распустят ее посадить тюрьму зачем назарбаеву создавать такую ситуацию так называемую парламентскую республику когда аким избирается партии борются на честной основе зачем чтобы завтра сесть тюрьму нет это нереально тогда возникает вопрос если акимов не может назначать президент а мы же его говорим что он будет декоративный как в собственно и как сейчас есть какие полномочия можно кто будет назначать акимов областей городов но не партии же ну представьте хорошо мире во первых партия не назначает акимов областей городов всегда на выборах или назначает президент президент означает обычно как правило в авторитарных странах акимов областей хорошо допустим даже партия назначает акимов областей что такое партия это же не один человек это съезд тысяч человек собираются Голосует, избирает политический совет партии Политический совет партии избирает своего председателя Но в политическом совете партии как минимум несколько десятков человек И вот представьте, эти несколько десятков человек вступают в сговор Раз, дорогу отстранили И нет председателя партии То есть вы понимаете, такая конструкция парламентская республика Которой авторитаризма нет Когда у меня спрашивают А вот Назарбаев уйдет Какие гарантии вы даете, что не будет авторитаризма? Я объясняю, что сама политическая система построения парламентской республики Автоматом делит власть Акимы, их избирает народ Парламент тоже народ и так далее И если завтра вдруг правительство, назначенное депутатами в парламенте, плохо работает То парламент раз и уволил, отправил в отставку премьер-министра вместе с министрами Вот она схема политическая Когда власть не принадлежит одному человеку Принадлежит фактически народу Поэтому, когда пропагандисты режим рассказывают о неком парламентском правлении Вы не верьте, это ложь Диктатуре, власть всегда принадлежит одному человеку Всегда Никакого парламентского правления не бывало и не было никогда и не будет Поэтому всем этим пропагандистам Не верьте, все они одинаковые Режим пытается вам заморочить голову, что власть якобы поделилась туда-сюда Все это вранье Дальше Мы все должны понимать, что еще раз Такаев ничего не решает Тогда возникает вопрос, кто решает Сейчас и юридически на позиции представителя Совета Безопасности Все вопросы формально решает Назарбаев Подписывает Но представьте, что Шалу нашему 80 лет Он уже давно не принимает прямые решения У него уже сил нет этим заниматься Значит, ему все время готовят решения И должен быть круг людей, которые наиболее для него являются авторитетным Мнение которого он воспринимает в абсолютном режиме И вот вы здесь должны понимать, кто же этот человек Кто же на самом деле этот самый серый кардинал Который практически стоит за всеми политическими назначениями И перемещениями, и вообще за основными политическими процессами в нашей стране И многие, наверное, удивятся Я вам скажу, что за этим стоит Карим Масимов Нынешний глава Комитета национальной безопасности Он дважды был премьер-министром И вы должны его знать биографию Дело в том, что он в начале 90-х годов Начал заниматься как бы бизнесом немножко Работал в структурах Тимура Кулебаева Работал председателем Халык-банка И шаг за шагом Тимур Кулебаев, считая, что он верный ему человек Начал его продвигать по государственной службе Он стал министром транспорта Был вице-премьером, помощником Назарбаева Первым вице-премьером Премьером дважды И начиная с осени 16-го года Он глава Комитета национальной безопасности Этот человек Является наиболее близким к Назарбаеву Назарбаев больше всего доверяет именно ему Именно Масимов построил систему разных офшорных компаний для Назарбаева Кучу подставных людей Которые держат собственность в пользу Назарбаева То есть он фактически Считайте, что кровь в жилах Назарбаева Он его готовит Он ему так выстраивает решение Что на любое движение влево-вправо У него находятся аргументы Которые приводят к тому решению Которое продвигает Карим Масимов Сейчас Карим Масимов как бы служит двоим Нурсултан Назарбаев и Тимур Кулебаев Но чтобы вы не говорили, что он является человеком-слугой Это не так Карим Масимов является достаточно самостоятельной политической фигурой Вы знаете, я если называю кого-то мебель Я понимаю, что это мебель Во-первых, потому что я очень хорошо и лично знаю Всю политическую верхушку Кокаева я с ним работал в правительстве Лично хорошо знаю Карима Масимова я знаю еще лучше Я с ним знаком с начала 90-х годов И когда я работал министром Он возглавлял Халык Банк Тогда он был государственный То есть я его лично знаю давно и близко Поэтому я могу вам уверенно сказать Что если я говорю про Такаева мебель То по Кариму я этого не могу сказать Это достаточно самостоятельная фигура Он хорошо владеет приемами борьбы Влияния на Назарбаева Как я его все время называл Ты чемпион мира по влиянию на Назарбаева Действительно он такой Он научился быть очень хитрым, гибким Находиться в тени И собственно в результате этого Получил максимальное влияние на Назарбаева Стал миллиардером Работая именно на таких позициях Он стал одним из самых богатейших людей страны Он ему выстраивает самые разные схемы Которые позволяют обогатиться и Назарбаеву И Кариму Масимову И понятно, что мне будет задавать вопрос А что теперь первое ожидать Даряде Что ожидать Токаеву И что в будущем светит Тимуру Кулебаеву Я хочу сразу в целом ответить Во-первых, я в феврале говорил Что это будет первый этап устранения Даряде Назарбаевой Она сама себя расстреляла Поясню почему Потому что в этот критический период Когда Карим Масимов и Тимур Кулебаев Пришли к Назарбаеву Что 10 миллиардов нужно выдать вот этим компаниям И спасти Халык Банк А Халык Банк сейчас находится в опаснейшей ситуации Чтобы вы понимали У него невозвратные кредиты клиентов И ситуация ухудшается и ухудшается и ухудшается Если Халык Банк падает То есть он не в состоянии будет обслуживать Вклады клиентов Платежи То падает вся финансовая система страны Если падает вся финансовая система страны То миллионы вкладчиков Сначала штурмуют банки Потом будут штурмовать Ахарду Вот такая вот сейчас ситуация И эти люди Чтобы спасти себя Спасти Назарбаева Спасти в том числе Дарягу Приходят с предложением Говорят Надо эти 10 миллиардов долларов Вот по такой схеме отправить Тогда мы Удержим Халык Банк И все вы Ну султан Назарбаев Дариган Назарбаева И весь клан Назарбаев В том числе и Кулебаев Будут спасены Собственно вот такое решение Они принесли Назарбаеву Убеждали Аргументировали Он согласился И вот эта хромая курица Которая Испытывает ненависть К Тимуру Кулебаеву Решила воспользоваться Что эти потоки Уходят в итоге Халык Банк Апеллировать к народу Как бы возмущаться Показывать что она Справедливый Будущий руководитель страны Заработать политические очки И убрать своего конкурента Стать президентом страны Вот и это ее был замысел Но Проблема состояла в том Что даже если бы Этот замысел сработал То завтра бы Ну буквально в течение Нескольких месяцев Халык Банк упал бы Вкладчики разорились И они пришли бы Смели бы всю власть Вместе с дорогой Назарбаевой Вот такой сценарий Который Эта глупая курица Не увидела Думала она разыграет Она же считает себя Специалистом во всех отраслях Но и вот в этой ситуации Назарбаев был вынужден Сделать выбор Стоял вопрос жизни и смерти То ли продолжать эту дурочку Продвигать во власть В итоге поставить президентом Но что пришло Что получилось в итоге В итоге бы Вся Вся эта система Назарбаева Разрушилась бы Смели бы полностью Всю политическую верхушку Включая членов семьи Нурсултана Назарбаева И он сделал выбор Или спасти Вообще клан В принципе Назарбаевых В том числе и Даригу Или отстранить ее Потому что она уже Стала представлять опасность Для всей семьи Назарбаева Для его последней семьи Для его сыновей И так далее То есть фактически Всеми своими последними действиями Она поставила под угрозу Вообще существование Клана Назарбаевых Вот почему он был вынужден Ее отстранить Были моменты Когда Предыдущие годы Он ей прощал Отправлял ссылку Возвращал Потому что Он для себя решил Что только Кровная передача власти Кровная передача Членам семьи Но к сожалению Для Назарбаева Хотя он их представляет Гениями Булат Сантехник Миллиардер Умнейший человек Что называется Пробился Будучи сантехником Стал миллиардером Его Зитья Якобы Такие прям Талантливые Дочь Академик Динара Кулебаева Которая живет Живет всегда в Швейцарии И все время Становится миллиардером Они все Не подходили На роль Президента страны Ну включая Хайрат Сатабалды Которые Вот только По любому поводу Молятся И не в состоянии Принимать Грамотные Управленческие Решения Сама Табиш Который сидит В Комитете Национальной Безопасности Ну про него Много всякое Говорят Я лично Его Вот близко Не знаю Ну для меня Он был мальчиком Ну в общем Племянник Одним словом В тени Поэтому Реально У семьи Назарбаев Нет Человека Который Публичный Был бы известен И на его взгляд Мог бы Стать президентом Страны Теперь Карта бита Что называется Теперь Он сделал выбор Члены Миллиарды И так далее Сейчас Событие Будет разворачиваться Следующим образом Назарбаев Уже не тот Он Думает Что он принимает Решение Он действительно Их подписывает Действительно Его убеждают Пока 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 он еще В состоянии Разговаривать Принимать Окончательные Решения Но в реальности Ну представьте себе Вот у него Есть инструменты Карим Масимов Ну еще Какие-то инструменты Тимур Кулебаев У него Все его окружение Так Выстроилось Что Что бы он ни сказал Ему с разных сторон Будет приносить Схожие решения А схожие решения Будет говорить Вот здесь Этого министра Все его Нужно менять Вот поставить Такого человека Председатель Сената Нужно такого человека Он повернется Каримов Повернется Спросит у Тимура И у третьего Какого-то человека Все эти люди Ему будут говорить Одни и те же Варианты Понимаете Поэтому у него Все решения Как в траншее Он сейчас Будет принимать Те решения Которые ему Будет навязывать Готовить Именно Карим Масимов А что это значит Это значит Что первый этап Пройден Дарегу Сейчас они Отодвинули Но не просто Отодвинули Дарега ведь не сама У нее есть люди Акимы областей Где-то ее представители В средствах масс информации В парламенте В правительстве На разных уровнях Есть кланы Люди Расставлены Дарегой Назарбаева Сейчас начнется Чистка Их начнут Увольнять Но не просто Увольнять Будут сажать Тюрьму То есть Наступит Дестабилизация Дестабилизация Сейчас фактически Реально На все ключевые Посты в стране Придут люди Которые работают В пользу Карима Масимова И Тимура Кулебаева Которые обладают Финансовыми ресурсами Огромными Многомиллиардными ресурсами Во-первых Во-вторых Силовые структуры Под их контролем В-третьих Они расставили людей На всех уровнях Всех ключевых людей Вокруг Назарбаева Включая даже С кем он пойдет В туалет Вокруг Токаева Вообще все люди Назарбаева Так называемые На самом деле Это люди Карима Масимова И Тимура Кулебаева И сейчас Там везде Произойдет чистка Тех людей Которые будут Воспринимать Как кадры Назарбаева Дориги Назарбаева Их будет зачищать Может кому-то повезет Не посадить в тюрьму К сожалению Вот в авторитарной системе Так и происходит Вы же знаете Как в демократических странах Президенты меняются Вот этот аппарат стоит Продолжает функционировать Все работать Никакой дестабилизации нет А в авторитарных системах Идет рубка Вот человек стоит Он под себя Выстраивает команду И вся эта команда Будет вырезана Ну им нужно радоваться Если их просто отстранят Я думаю Что их Многих просто посадят в тюрьму Отберут активы И так далее То есть вот Вот что их ожидает Ну У самой Дориги будет пока Более-менее Все в порядке До тех пор Пока жив Сам Нурсултан Назарбаев Как только Назарбаева Не станет Именно в этот момент Произойдет Перемещение Уже Главное будет перемещение Клан или группа Карима Васимова И Тимура Кулебаева Займет Все ключевые позиции В стране Я вообще так считаю Что сейчас Главный конкурент На верховную власть В стране Это Карим Васимов Именно он Через манипуляции Нурсултаном Назарбаевым Будет проводить Ключевые назначения Конечно же Он будет служить И Тимуру Кулебаеву Потому что Назарбаев скажет Если вдруг Он начнет Наносить удары По Кулебаеву Скажет Как же так Он тебя привел Ко мне Он тебя поднял А ты его уничтожаешь Значит Завтра Ты если поднимешься Я тебя поставлю На ключевые посты Ты меня будешь уничтожать Поэтому Карим Правильный баланс Ловит Он служит Как бы Назарбаеву И Тимуру Кулебаеву Одним словом Во втором этапе Карим Будет стараться Возглавить Страну И в этот момент Конечно же Эта мебель Будет выброшена На свалку Я имею ввиду Такая Вот как это Будет И третий этап Точнее Во втором этапе Произойдет Когда к власти Полностью придет Карим Масимов Вот именно тогда Начнется Массовая чистка Всех Назарбаевых Тотальная Все что связано С Доригой Будет ликвидироваться Вертикально Ну разве Тимур Кулебаев Простит Айсултану За то что он Его поливал Назвал наркоманом Там еще кем-то Ну принес Свои извинения Нет Тимур Кулебаев Этого не простит Поэтому Все что связано С Доригой Все будет тотально зачищено Бизнес конфискован И все прочее Ну Динара там будет Через Свитарию И трогать не будет Но что связано С Доригой Будет тотально зачищено Тотально И У меня спрашивают Значит ли что Доригу ждет Участь Гульнары Каримовой Принцессы Старшей дочери Ислама Каримова Которая сейчас Сидит в тюрьме Она тоже Такой же путь Прошла Тоже претендовала На высший пост В стране Тоже Миллиардер Огромные Объемы денег Она получила В виде взяток Занималась Рейдерством В какой-то момент Ислам Каримов Ее отодвинул Тоже Она прокололась И потом Неожиданно умер И Мерзиоев Который возглавил Узбекистан По сути В итоге Добил ее Посадил в тюрьму И отобрал Все ее активы Доригу Назарбаев Ждет То же самое Как только Наступит второй этап Перехвата власти Когда к власти Реально придет Масимов Именно тогда Начнется Тотальная чистка Здесь понимаете Что еще получается Здесь получается Ситуация Следующая Я все эти версии Обсуждаю Рассказываю Когда нет народа А народа Сейчас нет Народа нет Потому что Все наблюдатели Спрашивают А что будет дальше Некие эксперты Выходят Что-то говорят Во всем этом Нет народа Но Мы же не должны Молчать И наблюдать Как пилят И режут нашу страну Мы знаем Что Кулебаев Он просто Распиливает страну В любое время Как бы плохо Не было Хорошо Не было Когда хорошо Он больше гребет Меньше Тогда Критические ситуации Когда меньше Удается грести Вот сейчас Он теперь уже Беспрепятственно Затянет на себя В свой халыбан 10 миллиардов долларов Так было Каждый раз И в предыдущей кризисе Поэтому Все эти сценарии Мы обсуждаем Когда народ в стороне На самом деле Я убежден Что народ не будет В стороне Ну и У меня В итоге Все равно Спрашивает А как же Закончится тандем Карима Масимова И Кулебаева Здесь все Многое зависит От Кулебаева Если он Грамотно будет Скажем Сотрудничать С Каримом Масимовым Карим Масимов В итоге В этой схеме Должен прийти К власти И он его Будет Терпеть Потому что Они с ним Связаны Многомиллиардными Хищениями И так далее Но Если он усилится Он в конце концов Должен Опять же Уничтожить Вообще Клан И Кулебаевых И Назарбаевых Потому что Они свидетели И участники Соучастники Его хищения Ему Свидетели Не нужны Вот собственно Я сейчас Обрисовал схему Она для Назарбаевых В любом случае Безнадежная То есть Клану Назарбаевых В конце концов Приходит Конец Приходит Сейчас Тандем Карим Масимов С Кулебаевым На втором этапе Они устранят Такаева И В конечном счете Победит Карим Масимов Если народ Будет стоять В стороне Если народ Будет наблюдать И говорит Что пусть Они грызут Друг друга Они слушайте Они 30 лет Друг друга Грызли И от этого Им хуже Не становилось Отдельные Какие-то Участники Выпадают А народ Живет В нищете Я сегодня Видел Видео Где Женщина Преклонного Возраста Вопрошает На юге Казахстана После того Что произошло Наводнение Что Где все Где наша помощь Где правительство Где вообще Власть А власть В лице Акима Южноказахстанской Области Заявила Что там Все в порядке Ну притопило Чуть-чуть Подтопление Как они пишут А так Все нормально Ну 20 тысяч человек Вывезли Ну ничего страшного Ну урожай залило Ну люди остались Без денег Ну ничего страшного Ну да Вот это их оценка Это будет происходить До тех пор Пока Мы Реально Не начнем Брать Власть В свои руки И поэтому Все эти перемещения Парламентская Республика Что там Поставили Кого-то В Сенат Или какого-то Министра Не имеет Никакого значения Мы должны Четко понимать Такая Мебель Он ничего Не решает Назарбаев Как бы Принимает Решение Но все решения Сейчас для него Наступил момент Полностью готовит Именно Карим Масимов При поддержке Тимура Кулебаева Вся инфраструктура Канцелярии Администрация Президента Так называемая Библиотека Напичкана людьми Именно Карима Масимова И поэтому Куда бы Какую дверь Не заходил Назарбаев Он будет Снова и снова Возвращаться К Кариму Масимову Поэтому Давайте будем Наблюдать За этим Тандемом За Каримом Масимом И Тимуром Кулебаевым Но не просто Наблюдать А принимать Свои решения Менять этот режим И добиваться Перемен У меня просто Спрашивает сейчас Вот я один из вопросов Вижу Что ждать Простым людям Что делать Уважаемые друзья Не говорите себе Что Пусть они Перегрызутся И тогда Все изменится Ничего не изменится Не следите Особо За Перемещениями Там Очередных Как вот Сегодня Сенат Мебель 2 И так далее И не обсуждайте Не тратите время Они не будут Работать Народ На народ Будут Работать Люди Когда Власть Будет Принижать Народу А именно Реальная Парламентская Республика Ликвидация Должность Президента Скоро Карантин Завершится Мы объявим Срок И дату Митинга Массового Митинга Необходимо Всем регистрироваться Всем тем Кто хочет Перемен В чате В телеграм Бездомные Безработные И бедные А Наша страна На 80% Это Бедные Значительная часть Безработная Много людей Бездомных Которые живут На съемных квартирах Не просто на улице Ходят На съемных квартирах Не имеют своего жилья Если вы хотите Изменить свою жизнь То приходите Участвуйте Добивайтесь перемен Только тогда Вы реально Убедитесь Что можно Изменить Хватит уже Ныть И говорить Какие-то слова Унижать свою нацию Унижать себя Хватит Надо действовать Алга Казахстан